Первые выплаты из краевого бюджета начнут поступать жителям пострадавших территорий, как только главы районов предоставят все необходимые документы в администрацию Приморья. Об этом Владимир Миклушевский заявил в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧАЭС. Его провели в поселке Пограничный. Также губернатор посетил Октябрьский и Михайловский районы. Рассказывает Танин Макарычев. В пострадавшие ЧАЭС районы оперативно можно только вертолетом долететь. С воздуха хорошо видно реальное положение дел. Затопленные поля и дороги, вышедшие из берегов реки. Рабочую поездку Владимир Миклушевский начинает с пограничного района. Здесь режим ЧАЭС муниципального уровня был введен накануне. Глава региона сразу отправляется по дворам, смотрит, как идут аварийно-восстановительные работы. Больше других в поселке Пограничный затопило улицу Карла Маркса. Там водопропускная труба через местную реку уже не справляется с большим объемом воды. Может быть что-то изменится по поводу... Ну, просто хотя бы... Нет, ну дорога, конечно, трубу... Что-то с дорогой, что-то вот именно с вот этим вопросом. Улицу топят уже третий год. Для безопасного пропуска воды трубу можно увеличить. Владимир Миклушевский дал поручение Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассмотреть возможность включения искусственного сооружения в список объектов, пострадавших от ЧАЭС. Для получения финансирования из федерального бюджета. Как рассказали жители поселка, большая вода в этом году нанесла ущерб урожаю. Затоплены подвалы. Вода вот вообще, и сюда пошла с улицы. Ну, а здесь сколько? Здесь сантиметров 5-7. Не больше. У каждого пострадавшего глава региона интересуется, все ли написали заявление на получение компенсации. В ходе заседания комиссии ПЧС Владимир Миклушевский обратил на это особое внимание главы района Николая Тодорова. Постановление губернатора о выплатах уже подписано. Теперь дело за муниципалитетами. Мы начинаем немедленно выплату поддержки краевой. Это 10 тысяч за подтопленный усадебный участок и 25 тысяч за подтопленный дом. Даже если вода в доме не была, вода зашла в погреб, мы считаем, что дом пострадал. В любом случае надо сушить, влага там и так далее, фундаменты страдают. Вот поэтому я вчера соответствующее постановление подписал. Наиболее пострадавшее село в районе Барабаш-Левадо в последний раз его так заливало в 1975 году. Три улицы ушли под воду. Есть мост в аварийном состоянии, его нужно капитально ремонтировать. Поручение взять этот вопрос на контроль Голокрай отдал департаменту транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас в районе пока еще сохраняются подтопления земляного полотна, автомобильных дорог и искусственных сооружений. Везде, где вода спадает, оперативно приступаем к постановительным работам, подсыпкам, гридированию. И по Барабаш-Левадо у нас движение уже есть. Несмотря на сложные дорожные условия, население не остается без медицинской помощи. Районная больница работает в безаварийном режиме. Все дороги проходимы для санитарного автотранспорта. Из пограничного Владимир Микушевский направляется в Октябрьский район. Глава региона побывал в трех селах – Струговке, Галенках, Покровке. Общаясь с местными жителями, рассказал, на какие выплаты смогут рассчитывать те, кто потерял урожай или спасал дом от воды. Должна комиссия прийти, пишите заявление. И будем вам сплотить матпомощь, чтобы постановить. Надо с главой определяться, если нужно будет где-то матпомощь получите, чтобы купить картофель, овощи. Также в Покровке Владимир Микушевский осмотрел пункт временного размещения. Он рассчитан на 110 человек, но пока не востребован. Люди остались в своих домах. Ситуация в районе лучше, чем в других муниципалитетах. Но губернатор рекомендовал главе района и всем службам не расслабляться. Предстоит выплатить людям компенсации за понесенный ущерб и быть готовыми к очередным осадкам. У нас есть опыт прошлогодний. Он, конечно, грустный, в том смысле, что пришлось много что сделать. Но, тем не менее, мы со всеми задачами справились. Только людям было выплачено миллиард 300 миллионов. В Михайловском районе осмотр территории начался с моста на дороге к станции Дубининский. Проезд уже восстановлен специалистами Примавтодора. Также глава региона пообщался с местными жителями и посмотрел, какой ущерб их домам нанесла вода. Серьезно пострадал ли урожай. Мы пришли сюда все специалистов, возьмем пробу, посмотрим. Если, значит, пробы плохие, значит, землю придется убирать. Ну вот оно, оттуда солярка всякую. Там даже у меня во дворе на заборе черная полоса. Сейчас в Михайловке подтоплено 142 придомовые территории, 56 живых домов. В них живут 142 человека. Пункт уременного размещения открыли в местной детской юношеской спортивной школе. Там 9 постояльцев, в том числе 2 ребенка. Для комфортного пребывания людей ПВР нужно оснастить всем необходимым. Я просил его суточный срок довести его до тех нормативов, которые требуются. А именно, значит, должны быть кровати или либо раскладушки, нормальные, значит, матрасы, белье и так далее, чтобы все менялось. Уже сегодня в Октябрьском районе начинается подворовой обход территорий. Сформировано 9 комиссий. Всего из-за стихии пострадало 7 территорий. Пограничны Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Ханкайский, Михайловский районы и Уссурийский городской округ. Для ликвидации ЧС задействовано 2342 человека, 415 единиц техники. Подростков из пострадавших территорий готовы принять во Всероссийском детском центре океан, а также в лагерях Арсеньева, Артема, Большого Камня, Находки и других городов и районов Приморья. Данил Макарычев, Панорама. Продолжение следует...